здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня видео у меня шапка капюшон с цветком и с помпончиками нам понадобится 100 грамм пряжи у меня вот я заказала на алиэкспресс ссылочка будет в описании именно на вот этого продавца это мелкотон видите вот такая вот пряжа посмотрите подробнее почитайте по ссылочке здесь у меня 50 граммов хлопок 80 процентов молоком 20 процентов не указывают они длину поэтому два матка вот такой вот пряжи и остатки контрастной у меня фиолетовая это может быть любая вы допустим хотите сделать там с голубым ну то есть подбирайте под свой цвет комбинируйте так как вам нравится крючок 4 миллиметра и спицы три с половиной миллиметра и вот вот такой вот комплект приспособления на помпоны на него тоже будет ссылка под видео если вы хотите приобрести если у вас другое какое-то приспособление то будете делать на своем приспособлении я буду на этом делать помпоны и начинаем наше вязание на спицы вот они мои спицы рабочие просто у меня связано шапка сейчас я просто мини варианте буду вам показывать набираем число петель кратное трем для образца я наберу 15 всего у меня здесь 150 петель вот так петли распределяем таким вот образом кромочную снимаем вяжем изнаночную петлю 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые изнаночная и так до конца ряда в конце ряда 1 изнаночная и еще одна кромочная изнаночная изнаночная изнаночный ряд вяжем по узору вот видите в изнаночном ряду 1 у нас косичка лицевой лицевом ряду 2 то есть смотрите видите изнаночный ряд вот она наша 1 и лицевом ряду 2 лицевые 1 между ними изнаночная то есть таким вот образом мы вяжем нашу резинку в лицевом ряду 2 лицевые 1 изнаночная в изнаночном ряду 1 лицевая 2 изнаночные вяжу я достаточно плотно здесь образец вяжу свободной другими спицами так что смотрите показываю только узор вот это наша резинка вот она резинка 2 на 1 всего у меня здесь двадцать четыре ряда двадцать четыре ряда 9 сантиметров 9 сантиметров ширину у меня где-то 55 сантиметров 155 сантиметров далее продолжаем таким вот образом здесь в этом ряду когда мы провязали четыре ряда резинки мы делаем сокращение в этом моменте смотрите крома здесь у нас кромочную снимаем первая у нас изнаночная мы меняем местами с лицевой петлей и провязываем 2 вместе лицевую петлю и следующую изнаночную тоже провязываем 2 вместе потом одна лицевая лицевую изнаночную вместе то есть мы сокращаем все изнаночные петли в лицевом ряду лицевая изнаночную с лицевой вместе лицевая изнаночную с лицевой вместе кромочная ну соответственно у вас петельчик здесь будет больше далее вяжем лицевой и изнаночной гладью чередуем чередуем лицевую изнаночную гладь в изнаночном ряду после сокращения вяжем весь ряд лицевыми петлями в лицевом ряду изнаночными изнаночном лицевыми петлями лицевом изнаночными это и есть наша изнаночная гладь то есть лицевом на лицевой стороне у нас изнаночная гладь последний пятый ряд по 5 рядов чередуем эти полоски последний пятый ряд лицевыми петлями и переходим на лицевую гладь вот она наша изнаночная гладь 5 рядов 1 2 3 4 5 видите вот первая полоса теперь переходим на лицевую гладь в лицевом ряду это будут лицевые петли в изнаночном ряду изнаночные петли и всего 5 рядов изнаночный ряд изнаночные петли последний пятый ряд лицевыми петлями у нас лицевой ряд смену будем делать в изнаночном ряду изнаночная последняя теперь переходим на изнаночную гладь изнаночную ряду вяжем лицевыми петлями в лицевом изнаночными так вот так вот мы продолжаем изнаночная лицевая гладь изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная то есть у меня 5 полосок изнаночной глади и между ними 4 полоски лицевой глади всего девять полосок 9 полосок и примерно потому что почему примерно потому что четко я измерить не могу видеть их поэтому в таком свободном состоянии это у нас где-то 10 сантиметров далее правит продолжаем вязать макушку резинкой 3 на 3 3 лицевые 3 изнаночные вот здесь вот у меня чуть-чуть не выходит а у вас должно получиться последние две лицевые тут уж ничего не поделаешь и здесь у меня получается 2 лицевые в изнаночном ряду по узору то есть то же самое 3 изнаночные 3 лицевые но здесь вот потому что начало ряда 2 изнаночные но продолжаем по узору так далее начинаем наше сокращение первое наше сокращение это будет лицевые без изменений там где изнаночные в лицевом ряду мы провязываем 2 вместе изнаночной и еще одну провязываем лицевые не трогаем пока в изнаночном ряду по узору без изменений в лицевом ряду снова сокращаем наш в изнаночных ячейках провязываем уже оставшиеся 2 изнаночные и у нас остается 1 вот видите и здесь у меня они так сужаются вот она одна лицевая изнаночный ряд у нас по узору теперь начинаем убавление в лицевом ряду первые две петли провязываем вместе следующую без изменений и изнаночная петля вот она пошла наша как бы уже убавление в лицевом ряду и здесь 2 вместе на вашем случае до конца ряда сколько будет петель таким вот образом изнаночный ряд все изнаночные изнаночные ряды изнаночный ряд без изменений далее лицевом ряду снова 2 вместе и так далее изнаночная петля в конце уже просто одна лицевая и теперь в изнаночном ряду мы просто провязываем вот видите у нас изнаночная лицевая по 2 вместе но так как у меня здесь маленькое пространство вот вот здесь вот видите я провязала по 2 месте и осталась вот только у меня петель и чик теперь я возьму иголочку с ниткой это всю стену так петли переодену на иголочку стену и сошью сейчас покажу сколько видите забыла сказать там где резинка девчонка без изменений вяжем 10 рядов потом начинаем сокращение видите совсем забыла сказать вот эта часть вот эту часть мы вяжем 10 рядов вот уже вот и теперь складываю лицевой видите где у нас после резинки изнаночная гладь я этой стороной складываем вовнутрь и начинают сшивать иголочка этого конечно я показывать уже не буду здесь вот начинаешь сшиваем мне до конца вот резинка две полоски основного узора видите вот так вот то есть вот этот кусочек нитку я обрезаю вот такая вот шапка капюшончик у нас откладываем ее пока и свяжем вот такие лепесточки на цветок я уже 3 связала еще один свяжу серый вот такие вот контрастные серый я обвязываю фиолетовой нитью фиолетовый я обвязываю серой нитью теперь свяжу еще один серый и покажу одновременно вам набираем 7 петель первый ряд вяжу лицевыми петлями в изнаночном ряду снимаю кромочную петлю делаем воздушную петлю 1 изнаночная 1 воздушная изнаночная воздушная изнаночная воздушная петля изнаночная воздушная изнаночная воздушная то есть я добавила 6 воздушных петель теперь у 13 петель которые я вяжу 12 рядов чулочной гладью в лицевом ряду лицевые петли в изнаночном ряду изнаночные петли и закрываем петли таким вот образом провязываем первые 3 петли далее по 2 петли то есть краешком мы провязываем по 3 петли чтобы не был острый угол и когда остается 3 петли мы их тоже провязываем вместе вот такой вот лепесток заготовка теперь обвяжем его крючком я свои фиолетовые нитки сложила в два сложения потому что они намного тоньше поэтому вы смотрите по своим ниточкам если у вас одинаковая толщина не нужно складывать два сложения связываем столбиком без накида ниточки вот сюда вот придерживая и связываем как бы здесь вот что нужно их обрезать и так теперь когда мы пришли сюда сначала листочка вот смотрите я обвязал одну вторую третью сторону здесь я делаю вот такую вот складочку и продеваю в нее крючок провязываю то сделаем вот так вот для лепестка вот такую вот складочку и все и замыкаем кольцо далее что я делаю вот такие четыре лепестка два серых два фиолетовых на самом маленьком сам сделала вот такой вот помпончик самый маленький размер вот этого приспособления есть у меня видео я оставлю под видео ссылочку где заказать и как работать с этими приспособлениями вот теперь займемся нашим цветком шапку складываем пополам вот здесь шоу здесь наша половина то есть цветок у нас будет располагаться ближе к этой половине так вот я его для начала так распределю цветочек потом булавочками приколю так теперь иглой я это все дело пришли пришью вот так вот по ободочку большими стежками и сделаю самую и пришью этот закреплю этот помпончик в центре цветочка вот смотрите цветок я нашила и помпончик и еще сюда приделала 2 по а сейчас девчонки внимание 2 матка не так не хватило только на шапку мне пришлось использовать другие нитки которые я нашла для помпонов поэтому 3 матка не так девчонки вот правда внимание на этот напишу из еще под видео то есть 150 грамм не так вот такая вот шапка сюда я делала вот это этим размером помпон для ушек использовала вот этот размер но и для середки цветочка вот этот самый маленький вот она наша такая шапочка еще один момент хочу вам рассказ объяснить если хотите обычную просто шапку не вопрос возьмите и шейте здесь то есть ничего страшного не случится но у нас вот такой вот шапка капюшончик плохо видно здесь я вам еще покажу вот я надеюсь вам видно хоть немножечко вот такая вот шапка вот она а с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока и